Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив. Дома как люди. У каждого своя судьба. У кого счастливая, у кого не очень. Особняк купца Ясинского на улице Арсения наконец дождался лучших времен. Спустя пять лет запустения у дома появилась заботливая хозяйка. Реставрацией дома занялась Елена Стыгней, начальник Ивановского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это здание по площади идеально подходило для размещения всех сотрудников ведомства. Удручал, конечно, внешний вид. Четыре года дом пустовал. Здесь не было отопления, в подвале появилась вода. Елену Юрьевну трудности не остановили. Она смогла найти средства на восстановление памятника архитектуры. Ничего не боюсь. Мне самое главное стены, красота, центр города. Поэтому мы решили взять это здание. Соответственно, согласовали все это со своим московским начальством, руководством. Они выходили на Росгидромет. И было принято положительное решение о том, чтобы нам выделить эти деньги. Первым делом была выбрана проектная организация. Она составила план реконструкции с учетом всех пожеланий заказчика. Однако на первоначальном этапе средств оказалось недостаточно. Но отступать от намеченной цели Елена Стыгней не хотела. Денег нам немного не хватило. Тем не менее, я подписала контракт в надежде, что меня Москва услышит, и она услышала меня. И была выделена окончательная сумма. И сейчас мы спокойной душой продолжаем реконструкцию. Этот особняк был построен в 1910 году по проекту известного архитектора Александра Снурилова, который также проектировал усадьбу Верингера. Главный фасад здания является характерным примером застройки центра Иваново-Вознесенска и представляет историко-культурный и художественный интерес. Здание построено в традициях модерна. Причем в традициях модерна ивановского варианта, его красно-кирпичного исполнения, когда и красный кирпич, и его фактура тоже играет заметную роль в создании архитектурного образа сооружения. Первоначальные внутренние интерьеры не сохранились. Здание много раз перестраивалось. После революции оно то и дело переходило из рук в руки. И в зависимости от потребностей собственника производилась перепланировка. В 2005 году уже предпринималась попытка подписать план ремонта на реставрационных работ с прокуратурой Ленинского района, которая тогда здесь располагалась. Они не стали подписывать план ремонта реставрационных работ, хотя на тот момент было совершенно однозначно понятно, что здание разрушалось и требовалось проведения незамедлительных реставрационных работ. Позже, в 2006 году, когда здание уже невозможно было эксплуатировать, прокуратура одного из районов города Иваново съехала из этого объекта, и оно на протяжении долгого времени не использовалось. То есть, фактически, на момент, когда это здание попало уже к новому пользователю, оно было в состоянии крайне плачевном. В настоящий момент в здании уже отремонтирована крыша. Заканчивается усиление несущих конструкций, подходит к завершению фасадной работы. Реставраторы приступили к внутренней отделке, обшивают стены гипсокартоном. Самое главное, что устранены все факторы, которые негативно сказываются на сохранности объекта культурного наследия. Вода для здания загубительна. Я всегда сравниваю здание с человеком. Если человек, у него сырые ноги, и на голову постоянно капает вода, дождь, снег, то человек со временем заболеет, скорее всего. Так же и здание, если проблема у него с крышей, с фундаментом, вода постоянно, оно заболеет, и нужно что-то решать. Завершить ремонт планируется к концу сентября. Примерно в это же время сотрудники и в гидрометцентре мечтают отпраздновать новоселье. В особняке сделают индивидуальное газовое топление и установят кондиционеры. К осени должно преобразиться не только здание, но и территория вокруг него. По периметру особняка появится красивая кованая ограда. Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив.